Привет! Рада видеть вас на канале! Хочу показать вам лучшие покупки для петчверка за все время. Это мини-утюжок прим, коврик для глажки и подставка для утюга. Конечно, расскажу не только о плюсах, но и о минусах, которых почти нет. Итак, давайте смотреть. Все, что я показываю, тестировала в течение двух недель практически каждый день. Набор из коврика и подставки под утюг я заказала на Алиэкспресс. Подставка вполне обычная, подходит по размеру для стандартного утюга, так что для маленького она, конечно, большевата, но своими функциями справляется на 100%. Коврик для глажки состоит из 100% шерсти. В толщину он 1,5 см. Сначала он вызвал у меня некие сомнения, но две недели эксплуатации показали, что он просто шикарен. Прошу учесть, что стол у меня деревянный и лакированный. Итак, мини-утюг. Распаковываем его. И вот такой он маленький, меньше даже, чем ладошка, похож на игрушку. Но, несмотря на это, он очень мощный и в плане отпаривания тоже. Так что вполне может сравниться с полупрофессиональными, некоторыми даже профессиональными системами для глажки. Итак, кому же нужен такой малыш? Конечно же, он просто незаменим для тех, кто увлекается квилтингом, петчворком, а также рукоделием среднего и мелкого формата. Например, пошив кукол, одежда для кукол, блокноты и многое другое. Конечно, если говорить о профессиональных швеях, которые шьют одежду на людей, ну, сами понимаете, провести влажно-тепловую обработку двухметрового отреза шерсти вот таким малышом похоже на безумие. Так что, если вы шьете одежду на людей, возможно, такая игрушка вам и не очень нужна. Хотя утюжить швы в узком рукаве, например, достаточно удобно. Но вот если говорить именно о лоскутном шитье, то это просто супер помощник. А самое главное, он избавил меня от раздражения, связанного с тем, что постоянно разложенная гладильная доска с утюгом стоит у меня в кухне-гостиной. Раздражает меня своим видом, мешает всем моим домашним. Если я занимаю крохотный уголочек в кухне-гостиной, где я шью практически каждый день, то мне, конечно, очень хотелось, чтобы все умещалось на моем столе. Он прям существенно помогает сэкономить времени, требуется вставать, подходить к гладильной доске. А прям сразу после того, как я сделала шов, могу его проутюжить прямо в швейной машине. Единственный, наверное, минус этого малыша – его очень узкой специализации. Что касается гладильного коврика, то он просто бесподобен. А также его цвет и фактура очень красиво смотрятся на столе и в кадре. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Все ссылочки я оставлю в описании. Увидимся скоро в новых видео. Очень вас люблю, целую. Пока-пока!